Доброе время суток всем любителям старых добрых игр. Сегодня я бы хотел сделать обзор такой игры как Fallout of Nevada, которая предлагает игроку в спутнике море анархии, разрухи, обмана и насилия. Оставь надежду всяк сюда входящий, как гласит одна из встречающих надписей оригинальной игры. Это не полноценная игра, но полномасштабная модификация второй части Fallout, которая вполне может считаться одной из частей оригинальной серии. Сюжет Fallout of Nevada как раз таки повествует о предшествующих событиях второй части. То есть это сиквел Fallout 2. Автор данной модификации похоже вложил в неё весь свой талант модостроителя, реверс инженера и игродела. Как понимаете оригинал не является открытым, его движок не предоставляется для общего пользования. То есть он был проприетарен и, видимо, давно забыт на архивных дисках, которые, в свою очередь, пылятся в тёмных сейфах контор, унаследовавших права от Interplay Entertainment и Black Isle Studios. Это вам даже не авторы дума, которые по традиции выкладывают исходники для всех желающих поковыряться в их игре. Есть такой открытый игровой 2D-движок с редакторами, FIVE, который распространяется в статусе Open Source, то есть его код открыт, и который позволяет создавать свои изометрические игры всем желающим использовать свои игродельческие навыки. И редактор FIVE совместим с данными первых двух частей Fallout. В нём можно редактировать локации оригинальных игр. И когда я прослышал про релиз какой-то там альфа-версии Fallout of Nevada, я законно предположил, что её автор использовал именно сию возможность разработки игр. Однако всё оказалось намного проще. Говоря об авторе, нужно отметить, сделана она российским разработчиком, которого зовут Александр Пашелюжин. Лично у меня данная фамилия ассоциируется почему-то с Алексеем Пажетновым, советским разработчиком, создавшим хит всех времён и народов в Тетрис в середине 80-х годов. Если не ошибаюсь, в 1984 году вышел Тетрис. Наверное, фамилии Пашелюжин и Пажетнов не только начинаются на одну букву, но и также сложны для правильного произношения. Опять же, правильность ударения нужно уточнять отдельно, так как я не знаю правильного произношения и могу ошибаться. Надеюсь, никаких проблем это не вызывает. Александр постарался полностью изменить игру, оставив всё то, что ему нравится. Оригинальную механику, большую часть графики и прочие элементы, которые сделали исходную игру лучшей в своём роде. Получилось довольно-таки хорошо, сразу хочу сказать. Да куда там, наверное, тут будет уместнее сказать не хорошо, а великолепно. Просто великолепно, учитывая все обстоятельства. Лично у меня претензий к игре Fallout of Nevada нет и быть не может. Ведь в ней абсолютно всё, как в оригинале, который, как вы уже поняли, является одним из тайтлов моего списка лучших игр. В ней всё так же, как в оригинале. Путешествуем по миру, открываем города, общаемся с персонажами, заводим знакомства, берём задания, выполняем, участвуем в перестрелках, участвуем в самых различных жизненных перипетиях. У игры почти нет рамок, как знаете. Многое зависит именно от игрока, а не от заскриптованных сцен, как это принято в современных играх. Даже в современных ролевых играх, к сожалению. В Fallout of Nevada добавлены новые квесты на новой карте с новыми городами, соответственно названию, то есть действия игры происходят именно в штате Невада. Само собой, новые локации, сюжетные линии, некоторая новая графика и всё остальное. Изменению подвергся даже интерфейс, в который были добавлены дополнительные кнопки, меню и опции, непосредственно использующиеся по ходу прохождения. Так, например, вы теперь можете самостоятельно изготавливать патроны и даже разбирать их на составные. Не нужно забывать, что по факту это полноценное дополнение Fallout на его же движке. В нём, конечно же, всё соответствует. Вы встречаете так или иначе знакомых персонажей, пользуетесь всеми фичами, многие из которых расширены или преподнесены с изменениями. Так, например, вы можете купить или угнать, кому как карма позволяет, фургон, который не просто ускоряет перемещение между населёнными пунктами, предоставляя просторы своего багажника для хранения всякого хлама, а некоторые из нас очень любят складировать всякую ерунду, но и многократно модифицируется. Модифицируется он как для практического значения, так и просто в качестве эстетического тюнинга. На данный момент выпущены лишь бета-версии. Автором и ему помогающими фанатами ведётся завершение проекта. При всём при этом, имеющаяся у меня версия полностью проходима, полностью функциональна. Она доставляет удовольствие. Что же будет в финальной версии? Видимо, исправление некоторых мелких багов и увеличение побочных квестов, разветвление решений и тому подобное. Это будет вообще сахар, бальзам на душу всем любителям серии. Поговаривают, что в версии 1.0 будут расширены возможности крафтинга оружия, брони и прочего. В ней вы сможете в 5 раз больше уделять внимание изготовлению из консервных банок и проволоки всяческих поджигов, прикручиванию прикладов к автоматам, сборке модифицированных типов брони и так далее. Однако, ранее упомянутые мною дополнительные кнопки из интерфейса будут убраны, так как их функционал автор обещал разнести на предметы и обычные диалоги. Жизнь в мире усложнится. Вы не сможете зарабатывать деньги, поставив на поток транспортировку и продажу неуколы меж городами. Тут потребуется больше личного участия, чтобы жизнь не казалась правильной теоремой. Нужно ждать релиза версии 1.0. Она должна выйти в этом году, так как ее автор сейчас где-то на стадии 80% готовности. Не знаю, что там он именно пилит сейчас, но видится мне все это вкусной конфеткой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, секрет игры Fallout первых двух ее частей заключается в том, что она по сути стала объединением множества игровых механик в достаточно понятном визуальном воплощении. В игре есть такие виды механики. Текстовые квесты, это задания и диалоги. Пошаговая боевая тактика, уникальная боевая система, на основе которой даже была выпущена отдельная часть Fallout Tactics. Ролевая система, прокачка игрока, его развитие по ходу прохождения. Это столпы игры, которые могут по своей сути жить отдельно от визуального отображения, даже просто в текстовом виде. Если вы играли в текстовые РПГ, вы меня понимаете. И суть идентичной преемственности как раз таки и заключается в том, чтобы оставить сочетание этих трех элементов, по необходимости предложив другую графику, другой интерфейс, другое управление. Именно поэтому Fallout 3 не стала полноценной преемницей, так как не содержала оригинальной боевой семы. В ней было представлено практически все, что позволяет ей называться Fallout 3. Сюжеты, квесты, упрощенная, но все же прокачка игрока, подходящая музыка и даже атмосфера, как бы кто ни кричал. Но в ней нет единственного, пошаговой боевой системы с видом сверху и секторами. Разработчики заменили ее, из-за чего идентичность пропала. Но война, война никогда не кончается. Фанаты сделали данную игрушку, дав ощутить еще большее удовольствие от возвращения в новый мир со старыми знакомыми. Сюжет игры Fallout of Nevada прост. Ваши предки пережили все ужасы войны в одном из убежищ Невады, и теперь вы с согражданами выходите на поверхность. Но единственный путь выживания во враждебной среде, который видит ваше руководство, является ограждение от мира барьером охранных технологий, комплект создания которых поручено найти именно вам. Игроку по-прежнему нужно делать выбор в конфликтном мире, где каждая из сторон по-своему права. От ваших действий может зависеть судьба личности и целых поселений, но вы можете поступать на свое усмотрение, даже не прибегая к решению ситуации, сосредоточившись на поисках технологий для родного убежища. Вы сами выбираете свою судьбу в пустоши. Продолжение следует... Продолжение следует...